3-2 в пользу хозяев. С таким счетом закончился товарищеский матч между футбольными командами Совета Федерации и правительства нашего региона. Состязания проводились в рамках Дней Ульяновской области в Верхней Палате Российского Парламента. Матч проходил на стадионе школы Олимпийского резерва «Сокол». Первоначально планировал сыграть полные таймы по 45 минут, но пошедший к концу первого периода дождь немного изменил намерение. В Москве стоит почти весенняя погода. В итоге сыграли два тайма по полчаса. Фортуна была на стороне принимающей стороны, но ульяновской команде во главе с капитаном, председателем правительства Александром Смекальным, серьезно удалось потрепать им нервы. Я хотел бы сделать замечание регионам, что начали отправлять сильные команды. Если мы раньше выигрывали 5-1, 4-2, 6-1, то сейчас мы еле уносим ноги. Поэтому задача номер один – это ноги, чтобы у нас дальше не поехали, а вторая, конечно, хотелось бы выиграть. Но с точки зрения общения, конечно, это очень полезно. Мы не только на поле, но и дальше уже после игры общаемся, разговариваем про субъекты, рассказываем много. Поэтому с удовольствием сегодня буду играть. Поддержать земляков приехали губернатор Сергей Морозов и сенатор Сергей Рябухин. Ульяновцы организовали несколько мощных атак против соперников, не давали им забить гол. Как один из самых ярких моментов матча, стоит отметить гол начальника административно-правового отдела, администрации, губернатора. В команде Ульяновской области также играли министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин и министр спорта и физической культуры Николай Цуканов. На перерыв команды уходили, когда счет на табло был 2-1. Во втором периоде разрыв остался в один мяч, но счет был уже 3-2. Победителями с поля ушли хозяева, но главной в этом матче, как точно отметил капитан команды Совета Федерации Андрей Кутепов, была не победа, а сама игра, прошедшая в атмосфере взаимного уважения. Вот то, что Валентина Ивановна в свое время ввела определенную традицию, чтобы мы неформально общались с регионами, с субъектами, с людьми, которые приезжают, и не за столом, за круглом разговаривали о тех проблемах, но еще разговаривали за чашкой чая. В том числе и на спортивных наших мероприятиях мы встречались, причем кажется, что не первый раз встречаемся уже. Каждый субъект, который приезжает, выходит с нами, с девушки в волейбол играют, молодые люди играют в футбол. Мне кажется, это такая традиция, заслуживающая уважения. Мне кажется, она должна вот с вашей точки зрения иметь как или положительный опыт, или может быть нам стоит его развивать. Поэтому мы от вас ждем обратной связи, чтобы вы нам порекомендовали, как лучше еще расширять наше взаимодействие. После матча соперники пожали руки друг другу. Игрой обе команды остались довольны. Соперничество осталось на поле, а впереди взаимная работа на благо страны и Ульяновской области.